В преддверии новогодних праздников все популярнее становятся транспортные услуги. Чтобы быстро добраться до необходимого места, люди в основном используют машины с шашечками и маршрутное такси. Однако поездки не всегда оказываются безопасными. Так совсем недавно в Витебске маршрутка наехала на школьницу. Что же представляют собой пассажирские перевозки сегодня, вместе с экспертами выясняла Инна Ширкевич. Фирма по казанию транспортных услуг Юрия Головини работает пять лет. За это время рынок такси на Витебщине фактически всегда был стабилен. Повсюду перевозчики, работающие строго по правилам. У каждого при себе лицензия, путевой лист, обязательная страховка на транспорт и на пассажира, а также пройден техосмотр. Однако все чаще конкуренцию им составляют так называемые водители-нелегалы. В последнее время столкнулись с приложением и с работой такси Максим, которое работает чисто в черную. Не платя ни налоги, не уведомляя своих пассажиров, что они не застрахованы ни от чего. Те же водители, которые у них работают, они не знают, что это нелегально, что незаконная предпринимательская деятельность влечет за собой штрафы определенные, да и вплоть до лишения автомобиля. Максим – это информационный сервис. Через установленное на смартфон специальное мобильное приложение водители принимают заявки от диспетчеров и развозят клиентов. Они работают, как говорится, на свой страх и риск. По факту за определенную плату эта компания просто продает заказы перевозчикам. Субъект не позиционирует себя как перевозчик, не отвечает за качество оказываемых услуг, а позиционирует себя как предоставление информационных услуг. В то же время граждане, которые заключают с ним соглашение, должны понимать, что они не являются водителями данного субъекта, а шлят эту деятельность на свой страх и риск, то есть незаконную предпринимательскую деятельность. И данная деятельность чревата последствиями. Предусмотрена административная ответственность до 100 базовых величин. Также гражданин может лишиться автомобиля. Санкция статьи предусматривает его конфискацию. Несмотря на привлекательную цену, прибегать к услугам такси «Максим», как отмечают эксперты, крайне рискованно. В большинстве случаев эти перевозки нелегальные. Только за последние полгода налоговой инспекции выявили уже 13 подобных случаев. Каждому нарушителю начислено 169 белорусских рублей единого налога, а одно транспортное средство и вовсе арестовали. Основное отличие нелегального такси – это сам внешний вид машины. На автомобиле не будет фирменной шашечки и специальных элементов. Также будет отсутствовать таксометр и средства контроля налоговых органов. Нередко нарушителями становятся и водители законных транспортных средств. Подтверждают это результаты многих рейдов, проводимых совместно транспортной инспекцией и ГАИ. Главное требование, которое предъявляется и к такси, и к маршруткам – безопасность перевозки пассажиров. Кроме того, водитель такси обязан пройти предрейсовое медицинское обследование, а его автомобиль – техосмотр. Но, как показали проверки, многие таксисты об основных требованиях намеренно забывают. Основное нарушение – это не прохождение предрейсового медицинского осмотра, не включен таксометр. За эти нарушения, скажем так, если это официально, работающий таксист грозит предприятию, в первом случае экономический суд за неисполнение лицензионных требований и условий, предъявленных перевозчику, если это совершается повторно, грозит лишение лицензии. Как показали данные транспортной инспекции, элементарными правилами перевозки пассажиров пренебрегает такси «Максима». Совместно с налоговой при проведении рейдов машину именно с этим логотипом задержали как нарушителя. Водитель выполнял заказ без путевого листа. Не были пройдены предрейсовые контроли медикам и механикам. Также по итогам проверок выяснилось, что обходят стороной некоторые законы и маршрутные такси. Были выявлены такие нарушения, как проезд водителей маршрутных транспортных средств на запрещающий сигнал светофора, высадка пассажиров в неустановленных местах, также нарушение рядности. При выборе транспортных услуг следует помнить об основных правилах пассажирских перевозок. Не стоит забывать и о водителях-нелегалах. Ведь, как говорится, предупрежден – значит вооружен. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф».